В тренажерном зале Ледового дворца «Апатит-Арена» состоялись открытые состязания по силовому атлетизму «Время героев» среди работников Кировского филиала акционерного общества «Апатит» и дочер независимых обществ. Уже ставшее традиционным мероприятие было посвящено Дню защитника Отечества. Организовали и провели его молодежный совет, объединенные профсоюзные организации «Фосагра Апатит» и цехком «Анов-2». Кто среди сильных оказался самым сильным, знает моя коллега Валерия Романова. Жим-гири, становая тяга одной рукой и приседания со штангой. В программе соревнований «Время героев-2024» три вида упражнений на разные группы мышц. Чтобы выполнить их, нужна богатырская сила и хотя бы базовая подготовка. Все, кто ходит в зал в тренажерный, ну или просто от природы сильные ребята, они могут это попробовать, потому что здесь у нас нестандартные упражнения, как в пауэрлифтинге. Хотя они приближены, но они нестандартные в том плане, что меняется техника выполнения упражнений. Вероприятие у нас проходит второй год. В этот раз мы поменяли формат, сделали меньше упражнений, но они у нас стали намного тяжелее. Сложность упражнений тех, кто со спортом на «ты» не останавливает. Испытать себя, проверить свои силы – это, пожалуй, главный мотив, но не единственный. Кому-то важно также ощутить дух соперничества, превзойти личное достижение и заодно показать пример молодежи. На сегодняшний день пример показать пацану нашему, чтобы он не боялся, потому что сам спортсмен, чтобы он не боялся, участвовал. Ну и, соответственно, какая-никакая мотивация для меня. Ну и поддержать нашу компанию, чтобы устраивать такие мероприятия. Ну это одно из таких направлений, которые, мне кажется, мужчина должен попробовать показать себя. Денис Кожевников, работник Кировского рудника, стал победителем соревнований в весовой категории до 85 килограмм. А в категории свыше 85 килограмм лучший результат вот уже второй год подряд показывает представитель горного цеха Вадим Гримайло. Победители и призеров наградили дипломами и вручили сертификаты на приобретение спорттоваров.